Доброго времени суток дорогие друзья с вами алексей мы продолжаем играть в арк survival evolved продолжаем выживать и в прошлой части я совершил ряд ошибок в общем-то которые послужили хорошим уроком как мне правильно подсказали в комментариях редкие цветы можно было набрать в принципе и на болоте главное правильное растение собирать альтернативной атакой но будем знать будем знать теперь речь сейчас не об этом сегодня я бы хотел попробовать приручить королеву диких пчел вот а для этого для этого нам потребуется во-первых переодеться так нам нужны значит маскировочный нагрудник штаны ботиночки перчатки и маска так все это дело одеваем ну а железный костюм пока что оставим здесь потом его подремонтируем так далее далее мне нужен меч мне нужен меч который я скорее всего да я его даже не изучил так хочу еще хочу еще нужно изучить дубинка блин вот нафиг бы она мне нужна была так а может быть чертеж этот я уже где-нибудь надыбал к сожалению только пика эх чертежа нету придется изучать придется изучать ладно это на тот случай если придется отмахиваться от диких пчел а отмахиваться скорее всего придется мы его кстати можем уже сделать сразу правда металла на него уходит будь здоров но так пику я пока наверное выложу она мне не нужна по сути транквилизирующие стрелы тоже но арбалет с этими на всякий случай возьмем не знаю зачем но но возьмем так и хотелось бы приготовить еще конечно средства от насекомых она у нас насколько я помню делается в ступке до лимон морковь наркотика хватает шкуры волоса волосы или шерсть у нас тут шерсти 10 до так но есть ножницы давайте нашего персонажика подстрижем так зарос как аборигенус бороду и волосы сбреем принять все добавлено 30 человеческих волос ножницы на место потом починим и волосы эти тоже забираем так остается морковь лимон морковь лимон так вот так ну штучек 30 и вот этих вот штучек 30 возьмем так это все туда сколько получится 66 репеллентиков средства от насекомых так раз два сразу его на пятый слотик положим один действует вроде на протяжении 10 минут я думаю 1 2 нам хватит хотя пчелы на нас все равно будут нападать но так для галочки так сказать так все есть такое дело это все на место сразу же потерялся блин овощи овощи на место остатки остатки волос на место но вроде как все репеллент есть редкий цветок нужно взять редкий цветок я не знаю сколько понадобится его но возьмем стак есть есть все вроде как переоделся до переоделся берем нашего птера и погнали вот улей я видел недалеко от нашей бывшей базы вместо там довольно таки безопасные для приручения ну посмотрим остался ли там этот улей до сих пор и если там пчелы потому что зачастую бывает так что ульи в принципе есть но они пустые по крайней мере раньше так было сейчас не знаю в любом случае будем посмотреть будем посмотреть кто-то просил экшончика вот сейчас возможно будет вам экшончик так улей на месте да нет же не туда вот здесь приземлись отдыхай восстановим выносливость так и птеру поведение пассивное до дистанция следования поставим среднее и будешь следовать за мной случае чего так отдохнул ну поехали сразу отлетаем до пчелы появились пчелы появились так что все нормально все нормально улей живой так надо стараться чтобы пчелы меня не ужалили иначе они меня могут скинуть с седла а если скинуть с седла то я могу просто расшибиться как мы сейчас от них будем просто пока что летать и потихонечку долбить этот самый улей 5000 у него прочности в скором времени он должен будет развалиться и как только развалится из него вылетит пчелиная матка и эту самую матку надо будет приручить так давайте дадим птеру перекур пускай отдохнет чуток так все погнали дальше сколько прочности запаса больше половины мы уже вынесли урон у птера достаточно хороший поэтому бьет он довольно таки неплохо вот они за мной летают по 476 я думаю скоро скоро улей уже развалится так еще раз наверно дадим птеру передохнуть а где там пчелы я готов отражать атаки все все улей развалился вон она пчелиная матка полетела так надо будет сейчас ее каким-то образом приручить так она забаговалась это хорошо она сейчас будет да нет же так птера долбят пускай долбят и меня долбят так ну не приручается зараза блин птер бедолага так отбиваемся смотри как скидывает меня птеру походу тоже досталось так где она вон она летает так почему она не приручается мне интересно я же вроде бы или надо подкрасться тихо тихо так они птера долбят блин почему нету дать редкий цветок а как сейчас птера задолбят птера наверное на нейтралочку надо поставить все-таки так и смотрим где же у нас пчелиная матка куда она опять улетела вон она летает блин почему-то невозможно ее покормить с руки это довольно таки странно может мне меч убрать и присесть а где она вон она репеллен же нужно использовать то елки-палки а вот 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 было дать редкий цветок блин птера сейчас оприходует по-моему да птер сиди здесь за мной не следуй так где она где она эта пчелиная матка вот она летает вот она летает ну так они сейчас меня покоцают елы-палы вроде бы все сейчас сдохну есть успел успел таки на последних секундах принять так где она вот она красавица надо сделать скриншотик так королева гигантских пчел следует за Алексеем так а как же улей подобрать то во первых пожрать а вот получить пчелиный улей фух офигеть вот это жесть вот это жесть одним цветочком приручилась я на последнем издыхании птер наш на последнем издыхании но опять таки я совершил очень много ошибок скорее всего по неопытности но тем не менее тем не менее улей мы получили блин репеллент сразу забыл использовать ну как я говорил они все равно на нас пчелы нападали так что не знаю этот репеллент помог бы или нет сразу в смысле средства от насекомых вот это вот фух можно выдохнуть я так думаю летим на базу чтобы потом кстати о прогружается база чтобы кстати потом собирать мед нужно тоже будет по-моему использовать это средство от насекомых все пускай птер отъедается мясо у него есть в принципе здоровье он потихонечку восполняет ну я потихонечку здоровье тоже восполняю и ичко да не вот здесь мясо есть здесь мясо полно так это на последний слот на всякий случай редкие цветы можно теперь выложить репеллент можно теперь тоже выложить дабы он не портился потому что здесь он портится вот 4 часа а здесь 19 дней отлично так кокушка сюда пчелиный улей а он кстати не испортится нет он бессрочный дом для королевы в них производится мед хорошо вот я планирую пчелиный улей поставить на втором этаже не знаю насколько будет это правильно где-нибудь вот здесь вот в уголку так сказать отгородить место для них и поставить правильно ли это или нет в любом случае я так думаю что я потом смогу этот улей переставить или не смогу его можно будет подобрать вот в чем дело ладно так редкие цветы зря наверное выложил заберем и пошли ставить все это дело вот здесь в углу сделаю и отгоражу отгоражу может быть даже тепличными вот этими стенками хотя это наверное не обязательно ладно сейчас посмотрим так ага нельзя разместить на полу его можно разместить только на земле я так полагаю ну вот вопрос решился сам собой поэтому пошли на улицу ну а если размещать на улице то подальше от наших основных животных я так полагаю можно даже где-нибудь вот здесь в уголку вот здесь например так до сих пор репеллентом воняет ну-ка вот здесь можно смотреть ну пускай здесь будет так репеллент еще действует поэтому заряжаем редкий цветок и в общем-то все я так понимаю посмотреть инвентарь или разрушить да подобрать его к сожалению нельзя будет ну да ладно для поддержания жизни требуются редкие цветы кстати здесь они портятся вообще по-моему меньше всего 134 секунды у нас есть давайте еще пару стаков закинем на тот случай что если я вдруг прощелкаю вот чтобы не получилось так что мы это тулей про надо даже пять даже пять стаков сделаем так вот вот так хотя подождите я стак брал изначально до 30 30 брал не 100 ну вот значит второй этаж будем использовать для других целей в частности когда приручим охотину аронео будем делать там для них загончики красиво смотрится но блин и пострадал я с этим ульем так мне нужно факел починить для этого нам нужно деревяшка так а здесь нет у нас деревяшка камень кремень кремень камень ремонтировать еще с того раза не отремонтировал как сумчатые львы на нас нападали так это я наверное не унесу все да или унесу нет унесу по чуть-чуть по чуть-чуть унесу сложим сюда так хорошо хорошо меч стоит ли назад на копье менять или нет но это это мы конечно подумаем это мы конечно подумаем вот ружье не мешало бы поремонтировать а то в следующий раз приручать кого-нибудь буду у меня ружье неисправно так ремонтировать есть есть такое дело так а если подойти вот сейчас без репеллента но в защитном костюме просто ради интереса у меня у меня здоровье это в принципе восстановилось давайте подкрадемся вот так ненормально можно без репеллента аккуратно подходить хотя наверное если я буду забирать мед в будущем то возможно они меня будут кусать если честно я вот никогда до этого не приручал пчел ну давайте выстроим планы на следующую часть в следующей части я планирую начать добывать древесный сок вот а для этого нам может понадобиться платформа не то деревянная вот она деревянная платформа для дерева нужно 200 слитков металла 1600 дерева волокно 600 цементной пасты так ну изучаем в любом случае и кран кран для древесного сока опять-таки цементная паста и 100 слитков металла ну блин металла туева хуча нужна хотя у нас 200 и 100 в принципе есть тут да где он у нас в верстаке делается платформа то точно в верстаке древесный кран наверное тоже в верстаке так давайте металл переложим сюда так смотрим кран для древесного сока вот он а платформа для платформы нам не хватает еще еще 550 цементной пасты дерево волокно это не проблема в принципе давайте посмотрим 300 400 463 так да еще соточку надо бы наверное арбалет чтобы отремонтировать что нужно слиток металла 5 волокна так раз два и 5 волокна волокно же я вроде использовал уже не то вот здесь волокно наверное что еще отремонтировано верстаке ремонтировать хорошо на пятерочку его организуем так металл металл назад дрова назад солома назад так это сюда ну что погнали бобров выхлоп выхлопывать что я могу сказать или не погнали нет не погнали ночь давайте тогда дождемся утра я тут по хозяйству пошуршу ночью и увидимся утром итак друзья у нас рассвет так рыжуха или аргента возьмем давайте аргента возьмем почему потому что жизневыносливость урона еще прокачаем потому что бобров я также хочу уничтожать потому что если их не уничтожить их хатки заново не заспавнятся так пьем водичку мясо я взял с собой и погнали бум башкой погнали искать бобров так никто за мной там не следует опять таки поищем бобров выхлопаем их хатки если получится можно в принципе самому эту цементную пасту делать но если есть халява то почему и нет белый лучик даже смотреть не буду вот а может кого-то еще интересного даже присмотрим металлический костюм я починил вот а наш маскировочный пчелы пчелы конечно покосали но чтобы его починить нужен органический полимер так уважаемый а нейтральная нейтральная все в порядке так терезинозавр ходит еще один у нас там самочка да самец сороковой ну такое себе и рядом рапторы бегают это говорит о том что если здесь бобры есть нам тут делать нечего можно в принципе было рапторов загрызть почему нет это же орел он их может поднять высоко высоко и потом в воздухе замочить но некогда некогда нам это делать так колобок шестидесятый самка маленький маленький колобок так хаток я пока что не вижу да и самих бобров тоже бронта ты какого уровня пятнадцатый синий лучик здесь безопасно или нет но аргентавис у нас в любом случае на нейтрале так так что мы там набрали чертеж средней грядки долой металлическая стена не помню есть нет в любом случае чертеж у нас сильно много не весит поэтому пока что заберем на болотах на болотах бобры не всегда у нас живут надо на речках искать сейчас вот за зеленый обелиск туда залетим там они бывает что частенько спавнятся вот также конечно спавнятся они в том месте где мы вот терезинозавра сорокового видели но к сожалению там я ни одной хатки не увидел лягушек много довольно таки жаба пятая что за уровни почему-то всегда попадаются такие охотина шестидесятые улиточка о какой выступ прям как в мультфильме король лев да а это что за знак это не знак это что-то с текстурой ладно летим дальше вот сюда за этот водопад здесь у нас болото заканчивается так орлу надо отдохнуть немножечко инвентарь у него пустой надо мяско ему смотри личинки есть чем откладывать топи жара какая у нас топи жара 15 самка я худею с этих уровней так здесь я бобров не вижу здесь тоже нету лососи только лососи пока что давайте дилку сожрем здорово нам мясо надо спасибо фегаси сразу 7 кусков сожрал наш аргент у нас паразавры на болоте от кого-то бегают но обычное дело обычное дело тут тут бобров нет здесь рыбы нет да это говорит вам директор стадиона так тут я тоже бобров не наблюдаю коряга мне показалась хатка тоже нету змеюки ползают 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 м я живу под так это я че-то уже отклонился от курса немножко надо вон туда насеквойку лететь там обычно место спавна бобров было авторы носятся тогда вот она эта речка камушки отдохнем паразавр ходит спокойно значит здесь относительно безопасно так хорошо вот здесь вот бывает что бобровые хатки и вот они действительно здесь есть они тут действительно есть так осталось только посмотреть нету ли опасности рядом гиганта питек так орлу надо приказать следовать за мной мы сейчас будем бобра выслеживать так этот от кого-то ломится да не и он просто маневр делает ход конем так дистанция следования низкая пусть будет и и давай за мной так инвентарь мы посмотрели и сейчас бобер должен прибежать где бы он ни был если он еще живой конечно потому что он там рапторы бегают может быть орла уже и орла говорю бобра уже и оприходовали все может быть правильно нет бобра нету можем смело выхлопывать все это дело так это забираем 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 пасту забираем дрова выкидываем все что мы имеем мы имеем 43 жемчуга 41 цветок редкие грибы и чуток цементной пасты перекладываем все это дело в нашего аргента так и ищем дальше вон еще бобровая хатка так опасности вроде нету пираньи вроде тоже так забрать 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 выкинуть ай 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 да чтоб тебя ты блин воду не окунайся то орелик вот она недостающая цементная паста так смотрим еще может быть хатки у нас имеются может быть теперь кстати рядышком с нами заспавнится бобры видите бобров убили а хатки остались так как хатки никто не уничтожает новые бобры не спавнятся ну по крайней мере я так понимаю ухты карна карна ходит карна какого уровня 130 добротный добротный хорошо полетели дальше тогда здесь мы все уже собрали что можно обголимим от кого-то побежал так а гигант опитек какого уровня 30 самка увидишь такую самку испугаешься смотрим здесь но полимер органически плавает он кстати пиранья там есть еще органический полимер плавает здесь кстати гисперонисов можно будет попозже наверно приручать но мы сейчас вот сюда вот поэтому небольшому ущелью пролетимся здесь тоже частенько спавнятся бобры так ну пока что не вижу пока что не вижу их них хаток частности вот здесь на углу частенько бывает где вот этот водопад сюда впадает может чуть дальше по тип по течению пролететь может где-то и будет нам уже в принципе хватает на эту на платформу так что особо наверно заморачиваться не стоит нет здесь что-то хаток нету больше да и эти хатки которые вот были что-то не какие-то слабенькие я бы сказал ладно хватит хватит того что есть вот полетели на базу и в следующей части будем с вами строить платформу на дерево краны для древесного сока будем заниматься вот этим еще раз я посмотрю может где-то пропустил нет пока что нету гисперонисы смотрите сколько их здесь ходит будем кстати иметь ввиду что сюда можно с их теорнисом прилететь и попробовать найти высокого уровня гисперониса и приручить его альфач ничего себе альфа раптор я не думаю что орел наш с ним справится 60 хотя если справится представляете как он прокачается полин пугаешь меня он смотрите все хана гали миму альфа раптор намного быстрее бегает чем он ладно не будем зеленый лучик с желтеньким ободком может глянуть здесь вроде как относительно безопасно отстой полный отстой выкинуть выкинуть ух ты кто там и ранее на суше посмотрел что безопасно а в воде то не всегда бывает безопасно но ладно ребят полетел я короче говоря на базу в следующей части я уже сказал чем займемся займемся платформой для секвой и кранами для древесного сока ну а вам если нравится видео по этой игрушке не забывайте ставить лайки подписываться на канал писать комментарии потому как иной раз добрые дельные советы они неплохо помогают и выручают а я на этом с вами прощаюсь всем удачи и всем всего терезинозавр еще какой-то какого-то уровня самка 90 у нас круче все всем пока субтитры и субтитры